Регистрация в системе Яндекс.Деньги Что ж, дорогие друзья, следующая платежная система, о которой мы поговорим в рамках данного мини-курса, будет Яндекс.Деньги. Скажу сразу, она гораздо более дружелюбна к пользователю, в отличие от WebMoney. Здесь не нужно вводить свои паспортные данные, сохранять файлы ключей и так далее, и так далее. Здесь все гораздо проще. Плохо это или хорошо решать только вам. Что ж, а мы приступаем к практической части данного видеоурока. Первое, что вам необходимо сделать, это перейти по адресу money.yandex.ru Если у вас уже есть какой-то аккаунт в системе Яндекс, вы можете воспользоваться им. Что в данном случае имеется в виду? Дело в том, что все сервисы Яндекса, будь то Яндекс.Почта, Яндекс.Директ, Яндекс.Диск и так далее, имеют одну общую систему аккаунтов. Если вы зарегистрированы хотя бы в одном из сервисов Яндекса, то вы можете воспользоваться этими данными для входа в Яндекс.Деньги. В этом случае вас попросят указать лишь дополнительные данные. Такие как мобильный телефон и платежный пароль. Для того, чтобы использовать существующий аккаунт Яндекса, просто введите свои данные для входа на сайт. Мы же с вами рассмотрим другую ситуацию. Когда аккаунта на Яндекс нет вообще, нам нужно завести новый аккаунт. Для этого переходим по указанному адресу и нажимаем на большую оранжевую кнопку «Откройте кошелек». На следующем этапе нас встречает простенькая форма. Ничего сложного. Логин, пароль, мобильный телефон и символ из картинки. При этом, если вы не хотите указывать свой мобильник, то можете нажать на кнопку «У меня нет мобильного телефона». Однако, взамен этого Яндекс попросит вас ввести другие данные, такие как имя, фамилия и секретный вопрос. Исходя из этого, можно догадаться, что указание мобильного телефона необходимо для повышения безопасности аккаунта. Если вдруг вы забудете пароль от входа, то вы всегда сможете его восстановить, получив смс-ку на свой телефон. Поэтому я настоятельно рекомендую указывать именно мобильный телефон. Что ж, давайте заполним данную форму. Мобильный телефон, как и в случае с WebMoney, необходимо указывать в международном формате. Для России это плюс 7, а уже потом сам десятизначный номер. 916 и так далее. Что ж, нам осталось только лишь указать символ из картинки и нажать на кнопку «Продолжить». На следующем этапе нас просят подтвердить мобильный телефон, а также указать платежный пароль. На указанный номер была отправлена смс-ка с проверочным кодом. Его необходимо указать в первом поле. После этого указываем платежный пароль. Что это такое? Это тот пароль, который с вас будет требовать система Яндекс.Деньги при совершении каких-либо операций. То есть, когда вы будете оплачивать какие-то товары или услуги, вам будет необходимо вводить ваш платежный пароль. При этом вы должны четко понимать, что пароль для входа в систему и платежный пароль – это два разных пароля. Они не должны повторяться. И еще один важный момент. В последующем восстановить платежный пароль куда сложнее, чем пароль для входа в систему. Поэтому обязательно запишите его и не забывайте. После указания платежного пароля мы видим поле e-mail. Как уже было сказано мною ранее, все сервисы Яндекса едины. Поэтому при создании аккаунта в системе Яндекс.Деньги у нас автоматически создается и Яндекс.Почта. Это и есть наш новый почтовый ящик, который нам автоматически создала система Яндекс.Деньги. При желании в качестве e-mail вы можете указать любой другой. Однако я не буду ничего менять, меня устраивает и такой вариант. Также я советую оставить первую галочку «Я подключаю информирование об операциях по счету» на e-mail. Это позволит вам всегда быть в курсе, какие операции совершаются с вашего кошелька. После этого ставим галочку «Я принимаю условия соглашения» и жмем кнопку «Открыть счет». Вот, собственно, и все. Аккаунт в системе Яндекс.Деньги был успешно создан. В левой части окна вы видите номер нашего кошелька, а также его текущий баланс. Более подробно о том, как взаимодействовать со своим новым аккаунтом в системе Яндекс.Деньги, вы узнаете в следующих уроках. Что ж, а на этом пока все. Увидимся в следующем видео.